Уважаемые дамы и господа, друзья, я приветствую всех вас, участников этого форума, уже ставшей хорошей традицией на экспертной площадке форума крупного бизнеса «Эксперт-100» Казахстана. Для меня очень важно, что главной темой этого форума являются вопросы устойчивого развития национального бизнеса. Это особенно важно, о чем сказал господин Фадеев в вопросах и в контексте тех вызовов и приоритетов нынешнего времени, текущего тысячелетия и то, что сегодня все эксперты обращают внимание на ситуацию, которая складывается в мировой экономике и то, что наш бизнес, он также ориентирован и прекрасно понимает, что Казахстан, он интегрирован в финансо-экономическую систему мировой экономики, европейской экономики. И от того, как складывается ситуация экономики и Европы, и в целом мировой экономики, конечно же, зависят и риски, и вызовы к экономике нашей страны, и, конечно же, к непосредственному бизнесу наших предпринимателей. Я не открою что-то новое, если скажу, что национальный бизнес – это важнейшая составляющая устойчивого развития экономики любого государства. Вы знаете, как президент Казахстана уделяет большое внимание для создания условий и благоприятного климата для бизнеса нашей страны. Надеюсь, что ваши рекомендации, предложения, которые прозвучат сегодня в рамках форума, на его площадках, будут полезными для нас в вопросах дальнейшего развития предпринимательства и, самое главное, именно роли государства в создании условий для устойчивого развития национального бизнеса. Я думаю, что сегодня на этих площадках будут подняты актуальные вопросы взаимодействия, очень важная тема взаимодействия государства и бизнеса, направленная на сближение, в первую очередь, позиций, которые призывают к совместному решению имеющихся проблем. А их в связи с меняющейся ситуацией, как я уже говорил, мировой экономики, в целом экономики нашей страны, этих проблем еще немало, и они появляются, вы знаете об этом, и их надо совместно решать. Хочу сказать, что государство заинтересованное, и вы в этом также убеждены, чтобы наш отечественный бизнес активнее содействовал в модернизации и развитии экономики нашей страны. Мы заинтересованы вовлечении бизнеса в инновационную деятельность. Как известно, начата реализация крупных проектов в рамках государственной программы форсированной индустриально-инновационного развития нашей страны. Программа идет, она начата, и она дала достаточно неплохой импульс модернизации и диверсификации экономики, развитию несырьевых отраслей, появление новых перспектив для отечественного бизнеса. Мы видим, увеличивается доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном, валовом внутреннем продукте нашей страны. Появляются новые интересные предприятия, которые выпускают продукции с хорошей добавленной стоимостью. Я думаю, хороший тренд дан в рамках этой программы, и правительство этому будет уделять большое внимание. Но основой является, конечно же, национальный бизнес. Значение партнерства государства и бизнеса особенно актуализируется в условиях ожидаемой новой волны, как мы говорили, мирового экономического кризиса. Необходимо конструктивное взаимопонимание координации действий всех госорганов и бизнес-структур. Правительством, вы об этом тоже знаете, своевременно были приняты антикризисные меры, направленные на решение проблем, прежде всего, конечно, финансового, банковского сектора, рынка недвижимости, малого и среднего бизнеса. Но я не буду раскрывать, вы об этом прекрасно знаете. И первая волна кризиса, 7-8 года, 9-го, вот показал, что где неустойчиво у нас, который ударил именно в первую очередь по финансово-банковому сектору, по рынку недвижимости, о вопросах строительства и, конечно же, малого и среднего бизнеса. И в рамках этих мер в экономику, именно в эти сферы, правительством по поручению нашего главы государства было направлено порядка 16 миллиардов долларов. И вы знаете, как были скорректированы все эти вопросы, в первую очередь в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. Еще раз подчеркну, что мы открыты для работы с бизнесом, всегда готовы к сотрудничеству и готовы услышать интересные мнения, идеи, предложения, которые влягут в основу решения тех вопросов, которые я говорил, в создании условий, стимулов для развития национального бизнеса. Я хотел бы пожелать участникам настоящего форума успешной работы, хороших идей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.